16 августа 2018 года вышло обновление военной группировок 3.0 на сборку Стасона. И на данный момент этот мод является одним из лучших модов для тех, кто любит динамику, мясо и постоянную стрельбу. В этом видео вы увидите список основных изменений, которые привносят обновление, и инструкцию по установке с нуля для тех, кто не в силах разобраться сам. Теперь, чтобы захватить некоторые базы, нужно захватить все подступы к ним, иначе сама база захватываться не будет. Обычно подступы к базе это несколько точек вокруг, важно, чтобы они были уже именно под контролем вашей группировки, они просто пустые, иначе ничего не получится. Также появилась озвучка захвата точек и бас, которую при желании можно отключить. Появились видеоконцовки при условии, что все наземные точки находятся под контролем вашей группировки, что является неким логическим завершением, ибо раньше, когда были захвачены все точки, ничего не происходило, и нужно было просто выходить и начинать новую игру. После воспроизведения видеоконцовки можно продолжать играть, правда, имеет ли смысл? Группировка Монолит это истовые фанатики новой веры, смогла взять под контроль практически всю территорию зоны. Какие-то небольшие анклавы долга и наемников еще сопротивляются в глубине радиоактивных пустошей, но дни их сочтены. Если вы играете без включенной опции «Все против всех» и у вас отключена фича «Динамические отношения группировок», что я бы очень советовал сделать, то для вас появилась функция объявления войны нейтральным группировкам через барменов вашего клана. Теперь, если ваши нейтральные соседи будут проявлять излишнюю активность и мешать вам развиваться, вы просто поставите их на место. Появилась возможность покупать отряды, которые можно направлять на определенную точку или приказать охранять текущую, чем вы сможете сделать определенный буст в своей группировке, конечно, имея за пазуху и толстую пачку купюр. Также есть фича, которая уже была в прошлой версии войны группировок, но мало кто о ней знает. Если вы играете не за Монолит, то можно заметить, что на таких локациях, как Радар, Центральная припись и ЧАЭС, по вам идет урон от пси-излучения и игра принимает не очень приятные краски, попутно издавая звуки... Я даже не знаю, на что они похожи. Можете пошутить на эту тему в комментариях. Так вот, идти на Радар и отключать установки, попутно отключая излучение на янтаре, не обязательно. Да и в полужаркой войну группировок на это нет времени. Все, что вам нужно, это подойти к медику своей группировки, которая появляется на захваченной базе, и сказать ему, что у вас все достало, выбрав вариант отключить пси-излучение, что и будет сделано. У этого же медика вы можете изменить свою группировку, если вдруг что-то пойдет не по плану. Есть еще огромное количество мелких изменений и исправлений, но я вам рассказал только основных. Сейчас я покажу вам инструкцию по установке войны группировок на сборку Стасона, но все равно советую предварительно прочитать текст обновления в группе разработчика, ссылка на нее будет в описании. Собственно, туда же и все вопросы по технической части. Для начала нам надо будет установить сборку Стасона 6.03 версии, ссылка на группу Стасона в описании. В разделе документа находим 6.03 торрент, скачиваем, устанавливаем. Далее из группы грелки, ссылка на которую также в описании, скачиваем войну группировок. Это будет экзешник. Закидываем этот экзешник в корневую папку сборки Стасона и запускаем его. Далее жмем обновить, после чего вам будут загружены файлы войны группировок. После того, как обновление пройдет успешно, нам следует запустить менеджер модов. Для этого запускаем файл gsgmexz, который этот самый менеджер модов нам распакует. Запускаем уже распакованный менеджер модов. В правой колонке те моды, что уже установлены, в левой те, что мы имеем возможность установить. Убираем и ставим, что интересно, и переходим к главному. Моды, которые относятся к войне группировок, имеют приставку EOK. Самым первым из них следует поставить Admiral Dexit, это основа войны группировок. Нажимаем на него, далее на стрелочку вправо, что значит перенести файл вправо. Да, я уже вот настолько просто объясняю. Далее ставим другие интересующие вас моды из этой войны группировок, но не конфликтующие друг с другом, типа более активная война и менее активная война одновременно, разумеется, ставить не надо. Тут же есть функция все против всех, это значит, что все группировки будут между собой враждовать. Я никогда без этого вообще не играю. Так интереснее, как мне кажется. И прочие плюшки, включая ослабление имба-монолита. А может быть даже и усиление, если вы какой-то хардкорщик, но чувствую вам не поздоровится. Можно начинать игру. Сейчас я поиграю за рандомную группировку, а вас попрошу поставить лайк под это видео, если вы еще этого не сделали, и напишите, на каких настройках войны обычно играете вы. Приятного просмотра! Я поставил фичу усилить монолиты, мне кажется, сейчас они будут вообще какие-то сумасшедшие дела творить, поэтому давай я сразу выберу монолит, как-нибудь назовусь. Вот я уже на карте, это ДК-энергетик, это, конечно же, центральная Припять, откуда еще начинать атаку за монолитовцев. Мы видим, что, в принципе, ЧС мы контролируем, там я не буду особо шелестеть, и мы в то же время видим, насколько же много мутантов по всей зоне. Хорошо. Сейчас все группировки будут стараться развиваться, мы уже там с кем-то стреляемся, с мутантами, скорее всего. Я еще раз напомню, что я поставил сильных монолитовцев, и на старте они уже имеют силу 57. Например, тут человек стоит, это уже потолок, и я чувствую, что сейчас людям и вражеским вообще каким-то NPC не поздоровится. Ага, за мной бегут снорки, и сейчас... Да, будет грустно, если они до меня добегут таки. Они, скорее всего, добегут. Там плюс появился труп монолитовский. Мой брат пала, это значит, я могу подобрать его оружие, а не бегать с обрезом. Хотя обрез, это нормальная пушка. Вполне себе, так скажем. Минус один снорк. И минус последний. Да нихрена, их тут еще целая куча, понятно. Давай залутаем труп по-быстрому, иди ко мне. У ребятеночка был автомат Калашникова, не самое лучшее оружие. Но ладно. Ой, мы видим тут этого дурацкого летающего мутанта, которого я вообще не понимаю, как убивать, если честно. Вот вроде бы попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Решил я тем временем переместиться, конечно же, на локацию окрестностей Юпитера. Это очень важная и огромная локация, и лучше захватить ее на начальных этапах. Что нам стоит сделать сейчас? Конечно же, просто захватывать какие-то ресурсные точки, точки ряда. Вот видите, наши ребята тут тоже какую-то заняли территорию, правда, просто абсолютно ненужная лабуда. Но, тем не менее. Я играю в том числе и с функцией на снятие брони. Это также можно найти в менеджере модов. Стоит лишь разуть глаза. Ну и посмотрите, как красиво выглядит зона. На этот раз я решил поставить летний пак текстур. Все зелено, все красиво, все очень классно. Ну и захватываем аномалию битум. Прошло уже примерно 10 минут с начала этой войны группировок. Я что-то тут побегал, это то. Понятно, что за 10 минут каких-то глобальных изменений не увидеть. Но давайте просто посмотрим. У наших ребят, у всех, которые спавнятся, сила уже 57. Тогда как у всяких там долговцев мы видим 42. Ну, в общем-то, на этой локации нам вообще нет конкурентов. И нам сейчас просто важно по-быстрому захватывать, ходить все точки. Что я, в принципе, и сделал. Я так прошелся, позахватил какие-то точки абсолютно неважные. Чтобы разделить локацию пополам и уже как-то там контролировать территорию. Сейчас нам надо, наверное, пойти куда-нибудь наверх, поперезахватывать тут, там, сям. В общем-то, точки никогда лишними не бывают и стоит пойти сюда лишь потому, что это сейчас очень свободная местность. И этот карьер было бы неплохо контролировать. Поэтому я, наверное, сейчас пойду и попробую взять его под контроль. Рядом тут вижу, присмыкаются наемники, силы 42. В принципе, я не считаю, что они какие-то серьезные противники нам. Ходят и ходят, пусть ходят. Карьер практически полностью захвачен. Осталось только вот эта точка незначительная. Но в целом-то мы в круг его взяли, взяли. Хотя не знаю зачем искать, что тут прям что-то очень важное лежит, да? Ладно, взяли, хорошо. Теперь нам надо взять остановочку, болото и, по-моему, мы уже можем даже Янов брать, да? Сейчас я, если просто приду, зачистю, я ничего не добьюсь. Я, ну, единственное, что сделаю точку пустой и никто не сможет на ней спавниться. Но, чтобы ее именно захватить, надо вокруг точки какие-то захватить. Вот именно в таком вот небольшом круге. Наши, как видите, прекрасно развиваются, прекрасно себя чувствуют. Ну и от начала войны группировок прошло только 20 минут. С момента начала боевых действий прошло примерно полчаса. Таким образом выглядит локация. Таким образом выглядят какие-то соседние локации. Ну и, в общем-то, вот как все это дело выглядит. Не то, чтобы мы очень сильно развились. На это все-таки нужно какое-то время. Я думаю, чтобы увидеть какой-то прям эффект, нужно примерно, ну, около часа, когда твоя группировка уже будет много территорий контролировать и спавниться как сумасшедшие. Пока такого не происходит. Пока ребята спавнятся не то, чтобы очень сильно, не то, чтобы очень жестко. Просто вроде как есть и есть. Но все равно факт фактом. Мы сейчас все еще сильнее многих группировок и ставим их на место. В битвах выиграем в основном мы. Вот это нормально, нормально, мы сейчас повоевали. В общем-то, ребята ко мне сами вышли, я их всех перебил. И, походу, там остался всего один механик, который теперь держит всю эту КПП. Мне надо его быстренько слить, пока он не наспавнил новых людей. Да-да-да, Сарикон, отчаянно сопротивляется, но твои дни предрешены. Точка свободна, но факт в том, что я не смогу ее захватывать. А, нет, смотри, да. Я почему-то думал, что предварительно надо будет еще вот эту захватить в вентиляционный комплекс. Но нет, в итоге мне, чтобы захватить эту точку, надо вот эту, вот эту и вот эту контролировать. Да? Правильно я понимаю? Да, теперь при захвате люди идут с ближайшей точки, а не с базы, как это было раньше. Видели, да, второй отряд появился. Хорошо, мне остается просто до конца долутать долговцев, забрать нужные мне патроны, броню, возможно, да, там. Ну и, в принципе, все, уходить. Ну все, ребята появились, тут же какие-то новые заспавнились, пошли захватывать в вент-комплекс. Ну и локация почти полностью под нашим контролем. Да, спустя где-то 35-36 минут игры осталось подавить бунт в этой части карты. Что-то там свободовцам по щам дать, в принципе, мы уже, по-моему, можем идти их захватывать. Почему-то люди сами не идут и бункер не захватывают. Странно. Ага, Витя, я не могу захватить тут, пока не захвачу тут. Понятно. Пойдем тогда попробуем Янов покосить немножко. Ой-ой-ой, пацан начал штурмовать Янов и как бы... А-а-а, помер, да. Я что-то приуныл и теперь даже не знаю, что делать, потому что с свободовцами я не очень хочу сейчас пересекаться и получать по щам. Поэтому я, пожалуй, немножко так отойду, знаете. Еще и с перегрузом, да, со всеми делами. Ух ты, а откуда у меня денег столько? Я что-то не заметил. О, ничего себе. Да, я, конечно, включал, чтобы денег больше падало, но, типа, что, настолько, что ли? Я даже не увидел. Давай, наверное, выкидываем лишнее, чтобы тогда на перегрузе не бегать. Че, раз уж деньги есть, зачем мне это с собой таскать, казалось бы, да? А вот таскает дурачок. Так, ну теперь-то я бегаю немножко получше. Вносливость не так быстро кончается, да? Я все еще не оставляю надеяться зарашить Янов. Но только этот дурачок захотел кинуть гранату, и неужели она прямо сейчас под меня упадет? Я буду орать. Да, они все говорят, паучи гранату, паучи гранату. Молимся, чтобы она ко мне не упала с неба или где-нибудь рядом. Так, так. Что-то ничего не взрывается. Мда. Ага, взорвался, но где-то в другой стороне. Явно не в меня кинули. Ну, дурачки они и в Африке дурачки. Тактическое занимание вагончика. Опа. Так, нормально, да, все? Никого не вижу снаружи. Если верить карте, то они тоже отошли. Поэтому заходим в сам Янов. Вот сейчас пойдет реальная пьянка. Привет, ребята, здрасте, здрасте, здрасте. Ну, сейчас теперь ребята будут штурмовать меня, а я тут сижу в кабинете доктора. Отстреливаюсь. Ничего себе, ты дура живучая, слушай. Охренеть. Их тут охренеть как много. 32 человека, если верить мини-карте. О, о, о май гад. Что с тобой, господи? Я уже видел такой баг, когда ты ранишь на стуле NPC-шника, и он сдается. И это выглядит, это выглядит супер странно. Он руки за голову, ноги за спину делает. И, ну, такого, как можно убить такого красавчика? Я не знаю, это буддист, монах как будто какой-то. Я не знаю, он такие позы странные принимает. Поэтому, конечно же, я его оставлю живых. Давай, крепись, малой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok